Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это 13-я серия из цикла «История татаро-монголых». В прошлых сериях мы говорили о падении Багдада в 656 году по хиджре. Далее произошло завоевание Аш-Шама Леванта. Однако завоевание Аш-Шама припозднилось на целых полтора года. Почему? Мы рассказывали вам историю турецко-исламской провинции Миафиркин , которая оказала сопротивление во главе с Аль-Камилем Мухаммадом Аль-Айюби, да помилует его Аллах. Осада завершилась падением города в месяце Мухаррам 658 года по хиджре. Она длилась 18 месяцев и, как мы говорили в прошлой серии, никто из мусульман не оказал им и малейшей поддержки. Аль-Камилем Мухаммад Аль-Айюби был схвачен. Ему отрезали голову, и с этой головой, надетой на копьё, Кулагу обошёл всю территорию Аш-Шама, пока не дошёл до Дамаска, и не повесил её на городских воротах Бабль-Фарадис, где она висела некоторое время. Затем её похоронили в одной из мечетей Дамаска, которая стала известной как мечеть головы, в которой была захоронена голова Аль-Камиля Мухаммада Аль-Айюби, да помилует его Аллах. Как только пришли вести о падении Мияфркина, Сильваны, жители осаждённого Алеппе, осада которого началась в месяце Мухаррам 658 года по хиджре, окончательно потеряли свои силы и боевой дух. Они вышли и отдали ключи от города Кулагу, в надежде на то, что он помилует и оставит их в живых, кроме маленькой группы людей, ополчившихся в крепости и решивших воевать до конца. Кулагу вошёл в исламский город всего после семи дней от начала осады и, к большому сожалению, как этого и стоило ожидать, он не сдержал своё слово и перебил огромное количество населения города, приумножив тем самым горе и страдания мусульман как в Шаме, так и во всём исламском мире. Взятие крепости же заняло у него больше времени, около четырёх или более недель. В итоге крепость всё же пала, и всех, кто в ней находился, убили. Кулагу схватил предводителя укрывавшихся в крепости Тураншаха, пожилого человека, о котором мы рассказывали, что именно он поднял людей на джихад на пути Аллаха, а также, что он приходился дядей Аннасуру Юсуфу Аляюби, предателю, который сотрудничал то с крестоносцами, то с татаро-монголами, а теперь, находясь в Дамаске, объявил джихад, как было рассказано в прошлой серии. Кулагу схватил Тураншаха, однако он не убил его. Некоторые историки объясняли причину этого тем, что он был восхищён доблестью и отвагой Тураншаха, и поэтому оставил его в живых. Но я не считаю, что это убедительный аргумент для такой кровавой фигуры, как Кулагу. Однако, возможно, он сохранил ему жизнь для того, чтобы не разгневать аюбитских правителей, коих немало на территории Шамы, и чтобы завоевание Шама в дальнейшем проходило легче. Ведь он только недавно убил Аль-Камиля Мухаммада Аль-Айюби, сейчас убьёт Тураншаха Аль-Айюби, а затем взбунтовавшегося Ан-Насра Юсуфа Аль-Айюби в Дамаске. В таком случае против него восстанет весь Шам. Поэтому он решил не убивать его, чтобы оставить возможность вести переговоры с аюбидами и заключать с ними продолжительные союзы. И для того, чтобы в дальнейшем при походе на Дамаск у него был рычаг давления на Ан-Насра Юсуфа Аль-Айюби, племянника Тураншаха в Дамаске. В общем, Алеппо пал. Случилась резня, как мы уже говорили. Хулагу вышел из Алеппо в направлении запада, в Антакию. Вы уже, конечно, знаете, что Антакия – это дружественное Хулагу княжество, во главе которого находился христианский князь Боямунт. Это княжество располагалось на территории современного города Антакия в Турции. По пути в это княжество Хулагу завоевал одну из крупнейших крепостей в регионе – крепость Харим. После взятия этой крепости он созвал большое совещание у стен города Антакия. На это собрание были созваны все его главные союзники – князь Боямунт, правитель Антакии, царь Хитум I, правитель Армении, сельджукские эмиры, мусульмане Калыч Арслан IV и Кейкавуз II, которые, конечно, также были союзниками татаро-монголов. Также был приглашён Аль-Ашраф Аль-Айюби, эмир Хомса и ещё один союзник татаро-монголов. Собрание было проведено для регулирования ситуации на обновлённом Среднем Востоке согласно монгольскому видению. Что же он сделал на этом собрании? Во-первых, он вознаградил Хитума, короля Армении, за его помощь в завоевании Багдада, а затем Алеппо, передав в его распоряжение некоторые исламские города Турции. Естественно, Калыч Арслана IV и Кейкавуз II никто не спрашивал, но они и не смели возражать против этого решения. Они без проблем отдали эти города армянскому правителю. Также он вознаградил князя Антакии Боямунде, безвозмездно подарив ему сирийский мусульманский город Латакию. Ранее в истории Латакия уже была однажды захвачена крестоносцами, однако мусульмане перед нынешними событиями освободили её от оккупантов. И вот лишь по одному указанию Хулагу она была передана во владение Боямунде. Тогда же он отдал Ашрафу Аля-Юби, одному из мусульманских эмеров, сотрудничавших с ним, эмират Алеппо, который он присоединил к уже находившемуся у него во власти эмират Комс. После всех этих щедрых вознаграждений и подарков для союзных сил он сделал нечто удивительное. То, что он сделал, показалось странным для многих историков. Он назначил нового патриарха Антакии. Это очень странно, ведь провинция Антакия – это провинция одного из его друзей, князя Боямунде. Это христианское крестовое княжество. И для чего Хулагу избирать нового патриарха для провинции Антакия? Это весьма странно. Еще более странно то, что он назначил греческого православного патриарха над католическим княжеством Антакии. Как вам известно, основателями всех княжеств крестоносцев в Ливанте были западноевропейцы, и все они были католиками. А Греция на то время была в составе Великой Византийской империи, столицей которой был Константинополь. Византийская империя полностью была православной. Так почему он назначил православного патриарха во главе католического княжества? Ведь это приведет к замешательству. И вы прекрасно знаете, что Хулагу не был христианином. Он вообще не исповедовал никакую из авраамических религий. Он исповедовал религию, недавним основоположником которой был Чингисхан. Какова же причина такого странного поступка? Жители Антакии, конечно, были возмущены, но князь Антакии, князь Боямунд, согласился с этим решением, считая это наиболее реалистичным сценарием. Сейчас нужно беспрекословно подчиняться новому властелину мира. Зачем Хулагу сделал это? Во-первых, для того, чтобы унизить Боямунда и Хитума, Хитум также был католиком, армяне были католиками. Таким образом, он принижал их значимость и показывал им, что даже если они являются его союзниками в этих войнах, то им ни в коем случае не стоит осмеливаться притязать на дружбу, на свое слово или самостоятельное решение. Во всем данном регионе последнее слово всегда будет за Хулагу. Даже в том, что касается назначения патриарха княжества Антакия. Это во-первых. Во-вторых, тем самым он хочет установить хорошие отношения с римским цезарем в Константинополе. Для того, чтобы держать подальше эту большую мощную империю от вмешательства в дела татаро-монголов до поры до времени, пока он не осуществит свои ближайшие цели. И, несомненно, после этого он намеревался завоевать и Византийскую империю, но тогда, когда предоставится для этого подходящее время. К тому же он назначает своего осведомителя внутри княжества Антакия, который будет доносить до него важные сведения. Несмотря на все возражения всех крестовых княжеств, начиная от Акки на юге и заканчивая всеми остальными крестовыми княжествами, тем не менее Боэмунд согласился с назначением православного патриарха во главе католической церкви. Беспрецедентное историческое событие, которое, как я полагаю, так и осталось единственным в истории. Итак, после этого Хулагу покинул эту землю и направился на юг для встречи с мятежником, поднявшим знамя так называемого джихада в Дамаске Сан-Насром Юсуфом Аля-Юби. Абсолютно беспринципным человеком, для которого не осталось ничего святого. То он с татаро-монголами, то с крестоносцами, то с мусульманами, то он за джихад, то за предательство. Как вы видели, он менялся в зависимости от выгоды. И вот Хулагу идёт к нему со своим войском, и путь пролегал через сирийский город мусульман Хама. Жители города Хама собрались в раздумьях, что им делать. В итоге они все единогласно пришли к решению отдать ключи от города Хулагу. И действительно делегация города Хама вышла из города, направляясь на север, чтобы встретить Хулагу ещё на подступах к городу. Не утруждай себя, город открывает для тебя свои врата без малейшего намёка на сопротивление. Не утомляй монгольских лошадей, не напрягай монгольских воинов длительной осаде вокруг города Хама. Бери ключи, открывай ворота. Хулагу действительно взял ключи и дал настоящую гарантию сохранности жизни жителям Хама. И это один из немногих случаев, когда Хулагу сдерживает своё обещание сохранить жизни. И это для того, чтобы легче было завоевать Шам, так как он обнаружил, что количество населения на землях Шама намного выше тех регионов, через которые он до этого прошёл на востоке исламского мира. Так он хотел оставить для всех городов в Шаме возможность капитулировать и открыть свои ворота без боя, чтобы поскорее перейти к следующим странам. Итак, Хама был взят татаро-монголами с их лидером Хулагу без никаких проблем. Далее в пути к югу от Хама встречается город Хомс. Конечно же, Хомс – это союзный город, город Эмира Аляшрафа Аляюби. Поэтому он пропустил этот город, не войдя в него, и направился далее к Дамаску. Расстояние между Хомсом и Дамаском равно всего лишь около 120 км. Таким образом, они приблизились к городу на расстоянии двух-трёх дней. Войско солдат обычно преодолевает от 40 до 50 км в день. И вот уже совсем скоро случится сражение с жителями Дамаска. Давайте теперь ненадолго оставим Хулагу и перенесёмся в Дамаск к правителю Ан-Насру Юсуфу Аляюби и взглянем на то, что он предпринял, когда узнал о приближении татаро-монгольских войск к Дамаску. Он созвал совещание, на котором присутствовали главнокомандующие армии Дамаска, большие министры и чиновники, а также знать, мнение которой также имело вес в городе. Конечно, Дамаск – это большой и достаточно укреплённый город, один из величайших исламских городов. Этот город ранее был столицей Амиадского халифата довольно долгое время. Затем, как вы знаете, калифат перешёл к Аббасидам, и столица исламского мира была перенесена в Багдад. Тем не менее, город оставался научным центром, где было много учёных, где проживало большое количество населения, а также он был, безусловно, одним из самых богатых исламских городов. В этом городе находилось всё богатство Ан-Насара Аляюби. Все его дворцы, вся его семья жила в этом регионе, ведь он правил им уже достаточно долгое время. В общем, Ан-Наср Юсуф Аляюби собрал военачальников и стал спрашивать об их соображениях. Тогда встал Зайнуддин Аль-Хафизи. Зайнуддин в то время был главнокомандующим Дамасской армии. Вы уже знаете, что Дамаски и Алеппы были одной провинцией, правителем которой был Ан-Наср Аляюби. Алеппы уже целиком был взят под контроль, как мы видели, и остался только лишь один Дамаск. Конечно, это была весьма небольшая территория, но всё же он считал себя эмиром этого региона. В общем, Зайнуддин Аль-Хафизи был реалистом, как считают многие аналитики и эксперты. Он заявил, что они не способны противостоять Хулагу и его армии. И потому нужно поднять белый флаг и отдать ключи от города, как ранее это сделали другие лидеры, вручившие ключи Хулагу. Естественно, до них дошла новость о падении Мияфиркина, Сильваны, и они видели ужасную участь Аль-Камиля Мухаммада Аляюби. К тому же они видели, какого положения добился Ашраф Аляюби, предатель, который всё продал и сам продался и отдал город Хулагу. Итак, Зайнуддин Аль-Хафизи считал, что нужно капитулировать. Правитель Аль-Наср Юсеф Аляюби знал, что Хулагу пришёл мстить. Так, как мы уже говорили, что Хулагу было очень зол на Аль-Насра Юсефа Аляюби за то, что последний потребовал от него помощи в завоевании Египта в своих интересах. Аль-Наср Аляюби боялся встретиться с Хулагу, боялся, что если даже Хулагу изначально и пообещает сохранить им жизни, то он может не сдержать своё слово и убить Аль-Насра Аляюби, так же как ранее был убит Аль-Камиль Аляюби. Он в замешательстве. В это время в армии находился один из крупных военачальников Аз-Захир Рукнуддин Бейбарс. Вы, конечно, знаете этого выдающегося полководца Бейбарса. Он был из числа мамлюков, проживавших в Египте. Он покинул Египет из-за обстоятельств, о которых мы ещё расскажем в следующих двух эпизодах. Он сбежал из Египта, прибыл в Дамаск и находился в армии Аль-Насра Аляюби. Аз-Захир Бейбарс страстно желал участвовать в джихаде на пути Аллаха. Он был набожным, благочестивым человеком. Когда он увидел такое малодушие, он встал и устроил большую революцию внутри Дамасского дворца правления. Он настолько возмутился, что стал оскорблять Зайнуддина Аль-Хафизи. Он даже набросился на него с кулаками. «Из-за тебя, из-за вашей трусости погибнут мусульмане. Необходимо выйти и сразиться с татаро-монголами на пути Аллаха. В Дамаске сосредоточены значительные силы, в нём проживает большое население и сам город хорошо укреплён. Так почему же нам не сразиться с ними на пути Аллаха?» Однако остальные не понимали значения этого нового для всего поколения понятия «джихад на пути Аллаха». Они были знакомы лишь с борьбой за престол. Никто его не поддержал. Все решили отступиться от города. Ан-Наср Юсеф Аль-Айюби даже решил полностью покинуть город. Он решил оставить город без защиты, без порядка и контроля, без никакого присмотра и бежать самому со своей семьёй и имуществом на юг, где в пустыне он сможет скрыться от глаз татаро-монголов. То же самое сделал и Зайнуддин Аль-Хафизи, главнокомандующий армией, а также и сама армия. Все мусульманские войска бежали из Дамаска на юг, в сторону Палестины. К большому своему сожалению, Рухнуддину Бейбарсу пришлось также перебраться из Дамаска в Палестину, так как не осталось никого, кто бы сражался вместе с ним. Делегация из знати Дамаска вышла из города, неся с собой ключи от города, чтобы вручить их Кулагу и чтобы Кулагу вошёл в покорённый им без боя город. Кулагу получил ключи от Дамаска, когда находился в всего нескольких километрах от самого города. Однако одновременно с получением ключей до него дошла очень важная новость из Каракарума, столицы татаро-монгольской империи в Монголии. И что это была за новость? Умер Менгухан. Менгухан был императором величайшей монгольской империи. Империя, которая, как мы говорили, растелалась от Кореи на востоке до Польши на западе, была оккупирована на то время уже больше половины территории мира. Это событие имело чрезвычайную важность для Кулагу, особенно потому, что Кулагу являлся одним из главных кандидатов на правление государством после смерти Менгухана. Естественно, ведь он был одним из братьев Менгуханы, он завоевал аббасидский халифат, он покорил Левант, Шам. Его послушной список был богат успешными военными компаниями. Он тотчас же собрался возвращаться в Каракарум, чтобы участвовать в избрании нового правителя Монгольской империи, в надежде на то, что именно он станет этим новым императором. Во главе монгольских войск он оставил христианина Китбугу, одного из самых крупных полководцев монгольской армии. И действительно, Кулагу начал свой путь обратно в Каракарум, однако еще в пути, в Иране, в частности в районе Тибризы, до него дошла весть, что народное собрание татаро-монголов избрало императором всей татаро-монгольской империи одного из его братьев Кубилая. Конечно, эта новость сильно омрачила Кулагу, но он смирился с этим. Он не стал возвращаться в Дамаск, а остался в городе Тибрис. Почему именно Тибрис? Потому что это центральная часть, из которой он может управлять делами огромной империи на Среднем Востоке и близлежащих территориях, по сравнению со всего лишь несколькими городами и провинциями, оставленными в Шами. Однако он не забыл издать строгое указание схватить Аннасра Юсуфа аля Юби, где бы он ни находился, и привести его к нему живым или мертвым. И действительно, вышла монгольская экспедиция, преследовавшая Аннасра Юсуфа аля Юби, который нашел прибежище у Мугисов от Уддин Умара, правителя города Эль-Карак, который находится сегодня в Иордании. Некоторое время он укрывался у него, а когда узнал, что монгольские воины идут в Иорданию, сбежал и оттуда подальше вглубь пустыни. Тем не менее, монгольские воины настигли Аннасра Юсуфа аля Юби. Они схватили и убили этого вероломного человека. Он лишился счастья иметь хоть что-то из того мира, к которому стремился. И как мы говорили ранее, Аль-Камиль Мухаммад аля Юби, да помилует его Аллах, был убит с высоко поднятой головой с честью в джихаде на пути Аллаха. А Аннаср Юсуф аля Юби был убит в таком унижении и презрении. Большая разница между этими двумя людьми. Итак, Дамаск открыл свои врата, и монгольские войска вошли в город. Скорбь по Багдаду, который пал совсем недавно, приумножается скорбью завоевания и этого великолепного города. К тому же в город Дамаск сейчас входят три христианских правителя впервые с тех времён, когда римская армия больше шести веков тому назад была выдворена из города исламскими войсками. В город вошли Китбуга, христианский военачальник, руководящий татаро-монгольскими войсками, князь Боэмун, правитель Антакии, а также король Армении Хитум I. Они гордо и важно, сидя верхом на своих лошадях, вошли в город, вознося крест. Большие территории Шама были переданы в правление христианам, которых в Шаме было немало. Во главе правления Шамом был назначен некто из татаро-монголов по имени Ибельсиян. И он не был христианином, хотя и стал правителем, который, как мы сказали, отдал обширные территории христианам во владении. Ибнекасир даже пишет, что когда христиане вышли из резиденции Ибельсияны, куда они прибыли, чтобы выразить ему свою покорность и повиновение, они несли с собой сосуды с вином и поливали им пару к каждой мечети. Войдя в город через ворота Баб-Тума, ворота Фамы, одни из семи ворот города, названные именем одного из апостолов, они, вознося крест над головой, повторяли, истинная религия взяла верх, религия Мессии, Иисуса Христа. Большое население мусульман, находившееся в городе Дамаск, было унижено и продолжало существовать в таком унизительном положении еще некоторое время. Совсем небольшая экспедиция из татаро-монгольского войска была послана покорять Палестину. И, субханаллах, всего лишь за считанные дни эта экспедиция смогла завоевать всю Палестину от севера до самого юга, пока наконец не пала Газа, город, который непосредственно граничит с Египтом. И совершенно ясно, конечно же, дорогие братья и сестры, что следующим шагом будет Египет. Как вы думаете, каким был ответ Египта? И кто правил в то время Египтом? И в чем был секрет падения Палестины таким скоропостижным, стремительным образом, под натиском татаро-монголов? Это и многое другое мы узнаем по воле Аллаха из следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание Его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему Он нас обучил. Только Он на это способен и только Ему все принадлежит. Уссаляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok